добрый день сегодня хочу рассказать вам про то как настроить в самом простом варианте обмен между управлением торговли 1с управление торговли 1с бухгалтерия нет ничего сложного у нас есть вот минимальная база да там управление торговли и есть минимальная база 1с бухгалтерия вот соответственно один из бухгалтерии она только что установленная полностью пустая собственно говоря пустой справочник организации вообще все все но все данные все данные пустые вот ничего нет база установлена с нуля то что касается 1с управление торговли здесь уже есть заведена организация заведена заведена пара позиций номенклатуры вот и есть некоторые документы соответственно нам нужно данные за 1с управление торговли выгрузить в 1с бухгалтерии то есть это такая простая задача типовая которую в основном в основном мы часто решаем на разных предприятиях соответственно как это делается делается по следующим образом да то есть для начала мы заходим в инс и администрирования здесь есть такой пункт настройка интеграции там есть пункт синхронизация данных вот мы выбираем его и соответственно после того как мы его выберем у нас откроется меню настройки синхронизации данных там достаточно много пунктов и соответственно первым делом что нужно сделать нужно установить галочку синхронизации данных и после этого после этого программа применит к базе данных все изменения и здесь уже вы можете настроить выгрузку данных с помощью ссылки настройки синхронизации выбираете ссылку настройку синхронизации нажимаете кнопку новая синхронизация вот соответственно уже есть предоставлены обновленные варианты да то есть синхронизация документ оборотом с бухгалтерии предприятия с бухгалтерии предприятия там редакции 20 вот нам нужно синхронизация с бухгалтерии предприятия редакции 30 вот есть еще различные варианты там распределенная база данных но вот бухгалтерии предприятия редакции 30 этот типовой вариант соответственно выбираем у нас есть здесь как меню обязательно да там перед тем как это сделать программа рекомендует создать резервную копию вот это нужно сделать обязательно прям но очень обязательно перед тем как синхронизироваться применять эти изменения сделать резервную копию настраивать параметры подключения то есть здесь есть несколько вариантов подключения к другой программе на другом компьютере по локальной сети по другой программе через интернет вот мы сделаем подключение через файл синхронизации через файл для того чтобы видеть как вообще этот процесс происходит вот соответственно нажимаем далее и говорим что мы будем использовать для синхронизации каталог на вот я уже подготовил каталог он сейчас пустой там ничего нет папка называется exchange там соответственно ничего нет соответственно мы здесь указываем этот каталог у нас после того как укажем после того как мы это укажем то есть он может быть проверен да вот вот таким образом нажимаем выбор папки все каталог проверен вот можем его открыть дальше мы можем применять дополнительные настройки транс литерировать архивировать файл агментом не будем ничего этого делать просто нажмем кнопку далее вот и соответственно программа нам выдаст варианты настройки подключения обычно там базу управления торговли там называют это например так префиксы и задают а для бухгалтерии задает префикс был вот так вот так это выглядит б бухгалтерский учет дает управление торговли нажимаю вот здесь уже сохранится специальная настройка с подключением в специальном файле в аксомоль формате и потом можно будет загрузить бухгалтерию и соответственно здесь нажимаем кнопку далее вот настройка подключения к один из бухгалтерии вот можно посмотреть что здесь сейчас будет создан файл вот выполняется сохранение настроек пожалуйста подождите пишет программа вот и соответственно настройка завершена да то есть и видно что вот здесь сформирован файл синхронизация данных через через универсальный формат называется и первое сообщение первое сообщение в котором там отправляются первые данные в бухгалтерии вот здесь мы нажимаем готово да то есть и здесь возникает следующий пункт меню да там настройка правила про правила отправки получения данных однако для того чтобы это сделать нужно чтобы программа пишет что при продолжении настройки синхронизации что нужно перейти в бухгалтерию и завершить не настройку причем обратите внимание да то есть есть название файла здесь меньше месяч вот было это значит что из управления торговли в бухгалтерию пошло сообщение дальше мы точно также переходим в бухгалтерию вот у нас конфигурация бухгалтерии предприятия нажимаем администрирование точно так же здесь настройках программы выбираем синхронизация данных вот здесь у нас уже будет все проще поскольку у нас уже есть сохраненные настройки да то есть указываем что используется для этой базы синхронизация данных вот используется для этой базы синхронизации данных и соответственно дальше у нас возникает пункт меню настройка синхронизации мы его точно также открываем здесь у нас точно также новая кнопка синхронизации и здесь мы выбираем управление торговли редакции 11 точно также настроить параметры подключения синхронизации через файл идем дальше до идем дальше и здесь есть такая галка загрузить параметр подключения из файла здесь мы соответственно используем наш файл который мы у нас уже создан загрузить параметры и соответственно сейчас выберем его вот выберем и также нажмем кнопку далее у нас автоматически установится каталог все нам больше ничего делать не надо автоматически установится там префиксы да и нажмем кнопку далее и соответственно после того как мы это нажмем программам 1с бухгалтерия предприятия у нас формируют сообщение для программы 1с управления торговлей вот и сейчас мы увидим да что то что будет что что будет да то есть соответственно сформировано сообщение мы можем нажать кнопку настроить правила обмена вот и здесь мы можем отправить точно также первое подключение до синхронизации данных нажимаем синхронизировать и здесь программа загружает первые данные и точно также выгружает данные для управления торговлей если мы перейдем соответственно в наш каталог то увидим что у нас есть уже сообщение для управления торговли которое кодируется как месяц был вот и вот дальше здесь мы переходим настройки да то есть но можем нажать эту кнопку вот точно но чтобы продолжить как бы дальше настройку пошаговая соответственно все настройки будут будет загружена первое сообщение из бухгалтерии все настройки будут проверены всем все все это можно сохранить и нажать кнопку выполнить начальную загрузку данных соответственно будет выгружены первые данные для 1с бухгалтерии предприятия вот будет выгружена информация в отдельный файл сейчас мы увидим как он сформирован был да то есть программа вот нам выдаст сообщение да там после того как все это будет сформировано вот сейчас мы ждем пока нам программа сформировать файл для 1с бухгалтерии предприятия в этом файле уже помимо первоначального обмена датом который у нас прошел помимо тех данных которые мы выгрузили уже будут 1 1 1 выгрузка да то есть вот он снова называется файл месяч у тебя было и в нем уже будет какая-то информация соответственно дальше мы нажимаем точно так же здесь в управлении предприятия там на настройку правил здесь ничего менять не надо да там отправляем всю информацию устанавливается дата там ручная и неручная синхронизация данных все это сохраняется записывается сохраняется записывается записывается и соответственно мы можем уже дальше выполнить первую загрузку данных сопоставление загрузку то есть данные из 1с управления торговли у нас начинает поступать в 1с бухгалтерии начинает поступать в 1с бухгалтерию программа читает тот файл который выгрузил 1с управление торговлей проверяет какие данные в нем записаны если есть у вас справочники да то есть вот она выдает такую конфигурацию и говорит что собственно говоря такие то данные файли и соответственно я сейчас их буду загружать все нажимается кнопка далее и дальше загружаются данные загружается данные программа пишет им какое-то количество объектов сколько у вас там размер сообщения и поскольку у нас там 1 выгрузкой в базе управление торговли был там достаточно мало объектов то у нас все происходит очень достаточно быстро вот происходит достаточно быстро и мы в 1с бухгалтерию получаем первые данные получаем первые данные вот сейчас у нас обработано 50 из 56 объектов и соответственно мы по завершении этой загрузки мы увидим что к нам в программу поступили уже данные да то есть мы помним что у нас один из бухгалтерии была полностью пустая вот и после того как у нас завершится сейчас загрузка данных она завершится но все уже завершилась да то есть мы нажимаем кнопку готовы идем смотреть справочники что же у нас все как нам пришло сейчас еще программа там перейдет на следующий уровень на то есть станет на вот этот четвертый шаг выполнить начальную выгрузку данных вот и мы посмотрим пока что должно было прийти на то есть но у нас во первых должна была прийти информация об организации соответственно вот это вот мастер то есть информация о номенклатуре вот эти две позиции и у нас был документ документ реализации тоже информация о нем нужно прийти давайте проверять да то есть соответственно нажимаем мы кнопку справочники и дальше начинаем смотреть на той что у нас здесь на этом но во первых нам нужен справочник организации вот смотрим пришла ли к нам организация да к нам организация пришла ее не было сейчас на есть дальше мы нажимаем справочник номенклатура смотрим да у нас пришло две позиции артикулы ставки ds все пришло и нажимаем справочник продажи и смотрим здесь реализация ты видим что к нам из той программы пришла реализация он собственно говоря таким образом у нас все синхронизировалась и мы можем в базовом варианте уже прибегаем прибегать какой-то там более детальной настройки но например да там например мы можем в параметрах подключения там задать не каталог а в теперь ресурс либо сделать обмен через почтовыми сообщениями либо обмениваться частью информации в общем там большое количество настроек и соответственно мы сейчас все рассматривать не будем но вот в базовом виде настройки работает именно так базовом виде расстройка работает именно так а если вам нужно реализовать какие-то сложные настройки между различными сложными базами данных чтобы у вас обменялся там допустим только справочник номенклатуры не только справочник контрагенты вот обращайтесь компании кудр лайн мы с удовольствием вам поможем мы реализовать достаточно большое количество проектов по настройке синхронизации именно управление торговли из бухгалтерии и знаем все тонкости и нюансы обмена данными вот так это работает большое всем спасибо ставьте лайк жмите колокольчик подписывайтесь на наш канал